В мае 1948 года Бен-Гурион провозглашает еврейское государство под названием Израиль. Хорошо, а палестинская автономия, то что сейчас западный берег, сектор газа? Во-первых, слово автономия юридически неверное. Дело в том, что, как я сказал, арабское палестинское государство так и не было создано, а та территория, которая должна была быть предназначена для него, была оккупирована иорданскими войсками и включена в состав Эмирата Транс-Иордания, который стал, таким образом, королевством Иордании по обе стороны реки Иордан, Транс-Иордания и Сис-Иордания. И другая часть гипотетического палестинского государства, сисектор газа, который тогда был оккупирован египтянами. До 67-го года. Ну да, в 67-м году египт это ушло. В 60-м году все изменилось. Все эти территории были заняты израильскими войсками, но ни газа, ни западный берег не были включены в состав Израиля. Почему я говорю, что слово автономия неправильно? Автономия – это часть какого-то федеративного государства, правда? Вот есть федеральная республика, в нее уходит автономия, как у нас вот там были в советские времена федеративные… Ну понятно. Российская федерация, в нее там автономия – Татарстан, Чечня, там 5-й и 10-й. И сейчас только слово на автономии не применяется, но дело в том, что Израиль – это не федеративное государство. И территория западного берега, которую обычно у нас называют автономией, она не входит в Израиль. И ни в какое другое государство. А сектор газа? И сектор газа. Точно так. Хорошо, а какой же статус сейчас тогда, по-вашему, у палестинских территорий? Нету статуса. То есть формально это считается… Вот, например, кто такой Махмуд? Аббас. Аббас. Он же. Руководитель автономии. Нет. Он председатель Палестинской национальной администрации. Что такое администрация? Это органы, которые управляют чем-то. Чем управляют? Территорией. Западный берег. На газу это не распространить. Там Хамас. Это другое дело. Мы скажем, Мадыш. Западный берег. Он не входит в состав Израиля. Георгий Ильич, ну что, вы считаете, что сейчас решение может являться создание независимого палестинского государства? Ну вот мы видим, так сказать, прошли свободы. Это было сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи 47-го года. И так говорилось всегда и в дальнейшем, что единственный путь – это создание на территории Палестины от Средиземного моря до реки Ордан двух государств – арабского и еврейского. Арабское включает в себя западный берег и газу. Но Израиль никогда даже и не собирался включать палестинскую территорию, западный берег, в состав своего государства. По той простой причине. Ведь в самом Израиле сейчас пятая часть населения, там 7 миллионов примерно, пятая часть населения – это арабы в самом Израиле. Но они израильские граждане, полноправные израильские граждане. И голосуют, и свою партию имеют в парламенте, и все. Так вот, если бы западный берег был включен в состав Израиля, то те 2,5 миллиона человек арабов, которые там живут, автоматически стали бы израильскими гражданами. И через несколько лет, учитывая, что арабов рождаемость выше, чем у евреев, это было бы уже не еврейское государство, а арабское-еврейское. Арабское-еврейское. Арабов было больше. И именно поэтому ни одно израильское правительство даже никогда и не думало о том, чтобы включить... Хорошо, но сейчас... Называется администрируемые территории. Понятно. Администрируемые территории. Насколько ближе сейчас палестинцы стали к созданию собственного государства? По сравнению с чем? Ну, по сравнению с 1967 годом. По-моему, они дальше от создания палестинского государства. И знаете почему? Потому что, когда Израиль в ходе войны 1967 года, разбив армии трех арабских государств, занял окончательно все территории, которые должны были входить в арабское государство, установил там вот такой порядок, ни то, ни сего. И не аннексировал, и независимость не дал. Арабские государства отказались это признать. Это так называемый, тогда была встреча арабских государств в Хартумин. Тот же год, 67-й. Три нет. Нет признания Израиля. Нет переговоров с Израилем. Понимаете? Нет миру с Израилем. Ну, с тех пор все-таки и Кэмп Дэвид был, и столько изменилось. Кэмп Дэвид был только с Египтом, извините. Кэмп Дэвид с Египтом был. Они согласились на признание Израиля. Садат установил дипломатические отношения, за что его убили потом исламисты, президент Садат. И в обмен на это Израиль отдал одну из тех территорий, которые не должны были входить в состав государства. Ведь Синайский полуостров, который он в 67-м году захватил и потом отдал, это же не то, что должно было по резолюции Генеральной Ассаблею входить. Это египетская земля. Он отдал Египту обратно его землю. Хорошо, Георгий Ильич. А вот эти две палестинские территории висят, они висят в воздухе. Хорошо, какое, по-вашему, было бы на данный момент идеальное решение? Идеальное решение было бы такое, какое предусмотрено резолюцией Совета Безопасности, как я уже сказал. То есть Генеральной Ассамблеи от 47-го года два государства. То есть полное разделение, два отдельных государства. Два отдельных государства. Но при этом ислам в Палестине полностью захватывает власть исламистой, как, скажем, произошло в секторе Газа. Это другой вопрос. Это, 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 тут не надо путаться. Где Хамас? Тут не было сказано ничего насчет ислама, исламизма и так далее. Но мы говорим про факту. Два государства. Два государства будет получаться. Так вот, почему я говорю сейчас, а не дальше. Потому что после 67-го года, когда арабские государства отказались даже обсуждать этот вопрос и потребовали, чтобы Израиль ушел. И совет безопасности резолюции 242, знаменитая, 242, 67-й год, потребовал, чтобы он ушел с захваченных в 67-м году земель. Он отказался. А рабы отказались с ним иметь дело. И вот тогда началось строительство еврейских поселений на оккупированной территории. И сейчас, почему я говорю дальше, тогда не было ни одного еврея, который бы жил на той территории, которая является западным берегом. А сейчас, сейчас, на территории западного берега, плюс восточный Иерусалим арабский, который, я сказал, между 48-м годом и 67-м, был в составе Иордании. На этих двух землях, с которых Израиль должен уйти по резолюции Совета безопасности 242, живет уже 350 тысяч евреев. Вот насколько мощной силой являются в Израиле поселенцы? Сколько они диктуют политику Израиля? Я вам приведу такой пример. В 93-м году я был в Иерусалиме, вот я иду по улице Яфа, гуляю, и вижу какая-то заваруха, где-то какая-то суматоха, что-то. Я подбежал, интересно, что. Спрашивают там, говорит, я не знаю, естественно, по-английски кто-то найдет, всегда кто-то скажет. На моих глазах премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, его телохранители запихивают в машину, запихивают, а вокруг беснуется толпа. Я стал спрашивать, мне рассказали. Значит, перед этим он сказал, что некоторые еврейские поселения придется демонтировать. Ну да. Так вот, представители этих поселенцев приехали в Иерусалим, подкараулили его на улице. Он шел вместе с мэром, а сзади шла машина. Набросились и должны были его убить, но охранники вовремя его схватили. Я, наверное, был единственный человек из России, который совершенно случайно в этот момент... К вопросу о роли поселенцев. Представляете, это были поселенцы, они его убили через два года.